Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Ермухаммед Иртезбаев и наш традиционный обзор новостей за неделю. А чтобы вам было проще ориентироваться, вот список тем, которые мы обсудим сегодня на ваших экранах. Министра науки и высшего образования Саясата Нурбека спросили, чувствует ли он свою ответственность за трагедию в хостеле Алматы, поскольку среди погибших были студенты. Вот что он ответил. Я как министр и член кабинета несу ответственность за все, что происходит в нашей сфере. Нести ответственность за частные организации, которые такие услуги предоставляют в нарушении требований, я не могу. Но личную ответственность за всех студентов, за всю свою отрасль я несу, заявил Саясат Нурбек. А вы заметили, что наши министры стали очень часто делать подобного рода заявления, говоря о личной ответственности за что-либо, за происшествия или за подчиненных? Давайте разберемся с понятием личная ответственность. Что министры под этим имеют в виду? Вот в пожаре в Алматинском хостеле погибли 13 человек. Это страшная трагедия, и дежурные заявления лучше попридержать. Ведь родственникам погибших от этих слов про личную ответственность ни холодно, ни жарко. Ну или тогда эти слова должны вести конкретным действием. Нужно четко в этом разобраться. Кто в этом виноват? Арендатор? Хорошо. А кто ему позволил открыть хостел в подвале в неприспособленном для этого помещении? Давал он кому-нибудь на лапу? Не мог же он вероломно зайти в подвал жилого комплекса и открыть там общежитие? И оно не подпольно ведь работало? Там с улицы вывеску было видно? Вот эти люди, а имена их установить не составляют проблем для следствия. И должны нести ответственность. А министр науки и высшего образования не может подменять работу контролирующих органов, ездить по всей стране и лично проверять все общежития. У него совершенно другого масштаба задачи. Речь идет о системе, которая должна работать четко и слаженно. И каждый должен нести ответственность на своем месте. Посмотрите, чувство ответственности – это внутреннее ощущение обязанности отвечать и готовность отвечать за то или иное действие. Чувство ответственности – это ощущение «я могу», «я должен» выполнить свои обязательства вместе с внутренней обязанностью ответить и за последствия своих действий. Я в одном из выпусков рассказывал о премьер-министре Испании, который ушел в отставку после подозрений, подчеркиваю, лишь подозрений в коррумпированности правительства. И он тоже произносил пафосную речь о личной ответственности. И надо признать, что в данном случае слова не разошлись с делом. Но в развитых странах уход в отставку министров не только из-за коррупции, а по причине каких-либо трагических случаев, аварий или происшествий – это распространенная практика. У нас же все заканчивается лишь словами. Чиновники расстаются со своими должностями только тогда, когда их отправляет в отставку президент. На самостоятельное решение у них духу просто не хватает. За 32 года независимости я припоминаю всего два случая, когда министры сознательно и добровольно подали в отставку. Ирбулат Досаев, будучи министром здравоохранения, после того, как нерадимые медсестры в одной из шимкенских больниц допустили групповое заражение детей ВИЧ-инфекцией. С учетом сложившейся ситуации и в обществе, и с учетом всех обсуждений, которые происходят, хотел бы попросить вас принять мою отставку. Или другой пример. Министр обороны Нурлан Ермегбаев, про которого я достоверно знаю, что он в 2021 году абсолютно добровольно подал рапорт об отставке после ЧП в Жамбылской области. В первую же минуту после сообщения о взрывах принял решение подать в отставку. Которую устроили два военнослужащих. Это установило, наверное, самое долгое расследование. Оно длилось более двух лет. И подтвердил суд. Понятно, что такие действия предотвратить крайне сложно. Хотя, в принципе, с государственной точки зрения, это не очень хорошо. Так как нарушает принцип презумпции невиновности и соразмерности наказания. Ведь для каждого уровня происшествия есть соответствующий уровень ответственности. Считаю, что первых руководителей следует оценивать по состоянию отрасли в целом за системную политику. Или за поступки, совершенные ими лично, умышленно. Представьте, что будет, если, скажем, Акимы областей будут отправляться в отставку за то, что в одном из сельских населенных пунктов сгорел дом от короткого замыкания. Или министры внутренних дел из-за ДТП, в котором погибло несколько человек. С 2024 года в Казахстане могут повысить тарифы на электроэнергию. 24 энергопроизводящие организации подали заявки на корректировку предельного тарифа. Как сообщается на сайте Министерства энергетики, повышение тарифов объясняют увеличением независящих от компаний затрат, например, расходов на топливо, уголь, газ и их транспортировку. В общем, в объеме затрат на производство электрической энергии затраты на топливо составляют порядка 60%, объясняют ведомстве. Проекты предельных тарифов учитывают также увеличение заработной платы производственного персонала. Соразмерная уровня инфляции в стране. Численность персонала составляет порядка 50 тысяч человек. При этом дефицит квалифицированного персонала составляет 30%, что является следствием кадрового голода и низкой заработной платы в секторе, говорится в сообщении. В прошлом месяце министр энергетики Алмас Адам Садкалиев рассказал, возможно ли поднятие тарифов на электроэнергию в случае модернизации инфраструктуры. И по словам главы Минэнерго в Казахстане изношено 65% энергетической инфраструктуры из-за хронической недофинансированности и низких тарифов. Мы понимаем, что низкий уровень тарифов способствовал поддержанию уровня стабильности, в том числе социальной, но теперь пришло время принятия экстренных мер для восстановления данной энергетической инфраструктуры, сообщил министр. Помимо этого, в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции» поставщики коммунальных услуг могут увеличить цены. Спросите у любого человека на улице, вот слышал ли он про политику «Тариф в обмен на инвестиции». Большинство скажет, что слышали. Тарифы, что называется, уже всех достали. Спросите, а что это значит? Все дружно ответят, рост тарифов. Весь год мы наблюдаем этот тарифный рост. Но тогда логичный вопрос, а когда это кончится? Когда энергетики порешают все свои проблемы, когда рост тарифов остановится? И до какой величины предстоит расти тарифам, чтобы они стабилизировались? Прохожие на улицах, конечно, не знают ответа на этот вопрос, но его не знают министры энергетики и министры национальной экономики. Хотя в их ведении находится тарифная политика. Мы слышим от ответственных за отрасль и за тарифы слова о предельной изношенности инфраструктуры, о дефиците мощностей, о низких зарплатах в отрасли, о росте цен на топливо, запчасти и материалы. Иногда даже слышим, сколько денег нужно на те или иные объекты. Но никто еще не слышал ни от одного руководителя. А в какой тариф это выливается? Не слышали и никогда не услышали. И я вам скажу почему. Потому что, как утверждают разбирающиеся в энергетике люди, тариф, если за счет него пытаться решать все назревшие задачи, придется удваивать или даже утраивать. Поэтому правительство просто боится сказать об этом вслух. И боится признаться, что политика, тариф в обмен на инвестиции, это, знаете что, это фактическое признание его правительства бессилия, очередного бессилия. Стоит только вдуматься в эту формулу, и она сама себя разоблачает. В самом деле, любое повышение тарифа означает автоматический, ну и прямо с момента выставления нового счета на электричество, появление инвестора, вот такими невольными инвесторами становятся кто потребители. А где гарантия, что их повышенная плата идет именно на потребные энергетики инвестиций? Они в карманы владельцев энергомощностей и не разворовываются. Лукавством является и надежда на привлечение под повышаемый тариф неких частных инвестиций. Пусть министры энергетики и национальной экономики отчитаются перед потребителем, сколько эффективных и способствующих стабилизации тарифов вложений они привлекли от казахстанских и заграничных инвесторов. Здесь им тоже нечего сказать. Инвестор это тот, кто вкладывается в сулящий ему прибыль и бизнес в расчете поскорее вытащить все вложенное. Если инвестирование приводит к дополнительному росту тарифов в энергетике, то не нужны такие инвесторы. Выход только один. Тарифная политика в энергетике должна строиться на интересах потребителей, то есть на стабильном и долгосрочном тарифе. Пусть хотя бы стоимость киловатт-часа станет, знаете, вот таким ценовым якорем, за который можно было бы придерживать и рост всего остального на рынке. Хотя вот таких ценовых якорей должно быть примерно, ну не знаю, полтора-два десятка. И у нас, у Народной партии Казахстана есть такая концепция. А что касается энергетики и вообще всей инфраструктуры, инвестирование должно производиться из вне тарифных источников. В частности, за счет средств Национального пенсионного фонда ЕНПФ. Вот такая концепция тоже имеется, и мы собираемся ее активно продвигать. А в целом, вообще назрело принятие нового комплексного законопроекта об электроэнергетике, теплофикации и теплоснабжении. Продвижение этой концепции тоже входит с задачей Народной партии Казахстана. И вот вам свежий пример, почему назрела необходимость навести порядок теплоэнергетики. Город Степногорск в минус 32 градуса остался без тепла. Там произошла авария на теплотрассе. Правда, на место оперативно выехал Аким Акмолинской области Марат Ахмеджанов. Ну, все оперативно починили. Но мы неоднократно в своих стримах и выпусках новостных предупреждали, зима близко и нужно к ней готовиться заранее. Зима только началась. И синоптики предупреждают, температура может дойти до минус 43 в некоторых северных районах страны. И сейчас для правительства Акиматов нет задачи первостепения, не допустить, чтобы люди замерзли. Потому что наша инфраструктура изношена до предела. Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что беспорядки в начале 2022 года в республике координировались с Украиной. В своих мемуарах «Моя жизнь» от зависимости к свободе Назарбаев сообщил, что штаб оппозиционного политика Мухтара Аблязова, руководящего протестами в стране, находился в Киеве. Сразу подчеркнул, что непосредственно Украина никаким боком не причастна. А именно речь идет о наличии тогда в Киеве штаба или филиала ДВК, признанном Минюстом нашей страны и экстремистской организацией. С момента вообще выхода из французской тюрьмы и по странному стечению обстоятельств, беглый банкир, получивший статус политического беженца, перманентно призывает граждан Казахстана выходить на митинги и свергать законно действующую власть. Да и сейчас, перед Днем Независимости, в очередной раз призывает. Вот выдержка из мемуаров первого президента. Истинное лицо, так называемая радикальная оппозиция, окончательно раскрылась в ходе трагических январских событий 2022 года. С самого начала протестных акций Аблязов подбрасывал лозунги, призывающие протестующих к координации действий. В обращении к интингующим через Facebook был указан код украинских операторов. Как выяснилось, созданный заранее штаб Аблязова находился в Киеве. Он открыто говорит о своей причастности к кровопролитию, рассказал Назарбаев в разделе, посвященном тем событиям. Собственно, сам Аблязов в своих многочисленных монологах на своей странице в Facebook неоднократно признавался действительно в этом и о своем личном вкладе в кантарские события. Кстати, суд Нью-Йорка, очередной суд, обязал Аблязову возместить расходы БТА банка на адвокатов, понесенных из-за исков компании, через которую Мухтар Аблязов отмывал деньги. Знаете, какая сумма-то? 193 миллиона долларов. Это только на адвокатов. Суд установил, что он выдавал фиктивные кредиты офшорным компаниям. Впоследствии, отмывая эти деньги через другие подставные компании, где фигурирует зять Аблязова Ильяс Харпунов, исполнительный директор БТА банка сказал, что вот это решение суда имеет важное значение для отправления правосудия. Ну, а сам беглый банкир продолжает свою бурную политическую деятельность и даже высказал удивительное откровение в мой адрес. Ну, общаются со мной очень многие, в том числе, например, Соловейна, Султана Назарбаева, Ертезбаев, который сейчас возглавляет власть. Вот так вот Ертезбаев возглавляет власть в Казахстане. Психоанализе – это, знаете, как называется? Оговорка по Фрейду. То есть ошибочное высказывание, совершенное вследствие вмешательства, бессознательного, приглушенного желания. А есть ли у него потаенное, приглушенное желание, чтобы именно так было? Вне всякого сомнения. В январе 2022 года, после трагического хантара и начала нового этапа в истории независимого Казахстана, в одном из многочисленных интервью я высказывал такую мысль, что страна наша нуждается в акте всеобщей амнистии. Но к Аблязову никакая амнистия никаким боком не подходит. Слишком большой финансовый ущерб нанесен государству. Кстати, вот без ложной скромности. С 5 января и где-то до середины января 2022 года, трагические дни хантара, я ежедневно давал от 5 до 10 интервью казахстанским, российским, многочисленным зарубежным средством массовой информации. Проводил, можно сказать, разъяснительную работу, так сказать, информировал, давал оценки. Вот все остальные администрация, правительство, депутаты, сенаторы и сегодняшние многочисленные крикуны и демагоги, так называемые лидеры мнений, все как воды в рот набрали, а по сути ждали окончательной развязки. Вот у меня вопрос напрашивается, где все те заслуженные деятели, которые получали награды совсем недавно в честь 30-летия независимости страны, почему они боятся выходить в прямой эфир и выражать слова поддержки президенту, народу Казахстана? Я скажу, что мои коллеги буквально уговаривают каждого. Ну, наверное, многие из них живут по принципу того персонажа из фильма «Гараж». Вовремя предать – это не предать, а предвидеть. В Акимате Алматы прокомментировали отмену концерта Максима Галкина. Напомню, ранее Максим Галкин, чьи концерты планировали с этой осенью в Астане и Алматы, заявил в соцсетях о негласном запрете на его мероприятие в Казахстане. В Управлении культуры Астаны позже сообщили, что для мероприятия была выбрана площадка Центрального концертного зала имени Розы Баглановой, но именно в этот день там планировался концерт ко Дню Учителя. В Алматы концерт должен был пройти во Дворце Республики. В Акимате объяснили, что там было приписание относительно небезопасности, сценических конструкций, руководство объекта не захотело рисковать жизнью людей. Я думаю, что во всей этой истории нужно уже поставить точку и назвать вещи своими именами. Война российско-украинская, она расколола российское общество, да и не только российское. И артистическую среду в том числе, это факт. Но в Казахстан с гастролями приезжают и те, кто занимает пророссийскую позицию, и те, кто поддерживает Украину. А есть артисты, которые занимают нейтралитет. Случай Галкина здесь выделяется. Он фактически оппонент российской власти. Артист признан в России иноагентом. Он постоянно на своих концертах выступает против Путина, критикует войну. Но Казахстан и Россия стратегические партнеры, союзники, и не только по ОДКБ. И присутствие Максима Галкина, конечно, здесь нежелательно. Так же, как и присутствие ястреба войны, ну типа Григория Лепса. Он же финансировал спецоперацию открыто. И тот, и другой случай, как сейчас принято говорить, слишком токсичный. Прежде всего для нашего нейтралитета. Да и для внутреннего спокойствия, стабильности. Известный авантюрист Арман Шураев, например, открыто в Фейсбуке обращался к подписчикам. Кто сорвет концерт Лепса, тот получит от него Шураева. Миллион долларов или тенге, не помню. Представляете, если бы концерт состоялся, каким беспорядком и возможным жертвам это могло привести? Я уже много раз говорил, почему мы не можем занимать какую-либо сторону в украинско-российском конфликте. А точнее, противостояние России и Запада. Потому что для нас это станет выстрелом в ногу. Самоубийством для нашей экономики, да и для страны. Поэтому я думаю, что наверху негласно идет какая-то аналитическая работа. Это вполне рационально. Но для отвода глаз чиновники придумывают какие-то причины. И с другой стороны, понятно, почему реальные причины отмены концертов нельзя назвать вслух. При этом повторю, что подавляющее число артистов, как российских, так и украинских, спокойно приезжают и выступают в Казахстане. И те, кто за Россией, и те, кто за Украину. А случай Лепса и Галкина носит единичный характер. И только в силу излишней токсичности данных артистов. Конгресс США не одобрил ни доллара помощи Украине при новом спикере. Глава управления по бюджету Белого дома Шаланда. Это не оговорка по Фрейду, просто оговорка. Шаланда Янг ранее предупредила, что к концу года у США закончатся деньги для отправки оружия и помощи Украине. Она подчеркнула, что это поставит страну на колени, на поле боя. Президент Джо Байден ранее попросил Конгресс одобрить пакет почти на 106 миллиардов долларов, включающий помощь и Украине, и Израилю. Но республиканцы блокируют это решение. Киев без одобрения помощи Украине, Конгресс США имеет большой риск потерпеть поражение в конфликте с Россией. И об этом заявил руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Если помощь, которая сейчас обсуждается в Конгрессе, будет даже отложена, хотя я хотел сказать, если она не случится, то большой риск, что мы будем в той же позиции, где мы находимся сейчас, указал глава офиса президента Украины. А координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил о готовности армии США вмешаться в случае победы России в войне. Американские военные очень, вероятно, должны будут вовлечься, если Путин одержит стратегическую победу на Украине. Это цитата. Украина страна, которая сейчас либо не производит, либо мало производит военно-промышленную продукцию как таковую. Миллионы беженцев за пределами страны, миллионы. Внутри страны большая часть инфраструктуры обесточена, разрушена, важные для обороны инфраструктурные объекты разбомблены. Как долго Америка будет поставлять военную помощь Украине? США сверхдержава. Сможет, наверное, делать это долго. Но вот как долго это готов терпеть американский избиратель? Он уже задается вопросом. А какие цели у США в этой войне? Что государство от этого получит? Да, Россию США экономически ослабит. Упадет уровень жизни россиян. Но под этим прессом может возникнуть новая, мощная, боеспособная российская армия. А если в Украине все-таки сменится политический режим, чего добивается Россия, то Европа и США получат у своих границ две сильнейшие армии мира. А если США все же добьется победы Украины, то получит глобальный пожар на большей части Евразии в стране с самым крупным ядерным потенциалом, с потенциальным развалом России и окончательной дестабилизацией миропорядка. А если Россия победит, то вся внешнеполитическая стратегия США окажется провальной и даже преступной, прежде всего для нее самой. В Украине воюют сейчас десятки тысяч наемников, в том числе из Америки. Вот так начиналось во Вьетнаме полвека назад. Сначала наемники, потом военные инструкторы, затем ограниченный контингент, который разросся до полумиллионной армии и с невероятным количеством оружия, самолетов, танков, истребителей, тяжелых бомбардировщиков, химического оружия, напалма и другого смертоносного оружия. 58 тысяч американцев погибло за 10 лет. 58 тысяч. Это в 5 раз больше, чем погибло советский солдат за 10 лет войны в Афганистане. Захотят ли американские матери послать своих сыновей за 20 тысяч километров, можно сказать, на край света, на верную смерть, только потому, что нынешняя администрация Белого дома желает сохранить однополярный мир, не считается абсолютно с национальными интересами ракетно-ядерной России, с ее вопросами национальной безопасности. Ведь суть проблемы только в одном. Украина может и должна стать нейтральной, не представлять никакой, даже экзистенциальной угрозы для России. Любая страна, вот в обеих Америках, северной и южной, если настроена антиамерикански, против Белого дома, сразу получает кучу проблем. Возьмите Кубу, 60 лет блокады, Венесуэла, Никарагуа. В Чили полвека назад при помощи ЦРУ США генерал Пиночет сверхзаконное правительство социалиста Альенде. Можно и другие примеры привести. Сейчас президент США Байден говорит о том, что если Россия победит, то потом Россия нападет на одну из стран НАТО. Ему вторит Кэмерон, бывший премьер-министр, а ныне министр иностранных дел Соединенного Королевства. Их главная задача напугать европейские страны, входящие в НАТО, чтобы эти страны перевели свои экономики на военные рельсы и резко взвинтили военно-промышленное производство. В качестве пушечного мяса на первом этапе рассматривают исключительно украинцев. Я думаю, что лозунг «воевать до последнего украинца» не в Киеве родился, а в Вашингтоне. На втором этапе бросят сначала солдат из Европы, ну, прежде всего, наверное, восточной Европы, и только в крайнем случае солдат из Англии и Америки. Ну, это, знаете, при кошмарном, таком мрачном развитии событий. Надеюсь, что до этого не дойдет, потому что у России нет абсолютно никаких мотивов или желаний нападать на какую-либо из европейских стран, тем более входящих в НАТО. Такое нападение моментально перерастет в ядерную войну, а ее не хочет никто на самом деле. Вашингтон в 2014 году помог свергнуть избранное правительство Украины, заявил член Палаты представителей США Томас Месси. Об этом он рассказал в интервью ведущему Такеру Карлсону. Я говорил, эти санкции брятся не оружием, резолюции будут иметь последствия, и у них были последствия, признал он, соучастие Вашингтона. Ну, это секрет Поля Шинеля, о котором было известно еще 10 лет назад. Американский след был замечен еще на первых Майданах. А помните, вот как заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нулон раздавала пирожки, печеньки там участникам Евромайдана в 2014 году. А участие сына президента США Хантера Байдена в украинском крупном бизнесе и связанный с этим коррупционный скандал вообще сильно оукнулся Джо Байден и привел к запуску процедуры импичмента. Президент Российской Федерации Владимир Путин отмечает, что Россия по темпам роста и экономики опережает все страны Евросоюза. По его словам, российский бизнес в период санкций проявил себя в высшей степени ответственно, а иностранный бизнес, несмотря на давление своих чиновников, хочет работать в России. Собственно, это не новость. Во многих своих новостных блоках мы приводили цифры и факты через призму сопоставительного анализа экономического роста России и страны Европейского Союза. Причем это вообще не в первый раз в истории. В эпоху, например, сталинской индустриализации в Советском Союзе был 10% экономический рост почти каждый год. А в годы Второй мировой войны промышленность Союза дала военной продукции больше, чем Германия и вся промышленно оккупированная Европа. Санкции против России, попытка изолировать ее на международной арене, вот они дают прямо противоположный эффект. И, как говорил президент Хасужмар Токаев, наступает время дипломатии. Иначе вот эта начавшаяся гонка вооружения может бумерангом ударить по экономике США и коллективного Запада. Отложить поездки в Казахстан еще ряд стран рекомендовали израильтянам. Это следует из списка стран с высоким уровнем угрозы, которую опубликовали власти Израиля. В Главном управлении национальной безопасности Израиля заявили, что с начала операции «Железные мечи» Израиль проводит постоянную оценку ситуации безопасности за границей. Мы провели углубленный анализ всех стран и соответствующим образом скорректировали их уровни угрозы. В результате уровень угрозы в десятках стран изменился, сообщили в управлении. Уровень угрозы для стран Западной Европы, включая Великобританию, Францию и Германию, Южной Америки, включая Бразилию и Аргентину, а также Австралии и России повышен до уровня 2 с рекомендацией проявлять повышенную осторожность. Уровень угрозы для стран Африки и Центральной Азии, включая Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан и Туркменистан, повышен до уровня 3 с рекомендацией пересмотреть необходимость поездки в эти страны по несущественным поводам. Казахстан включили в этот список, потому что мы четко обозначили свою позицию. Палестина должна иметь свою государственность. Поэтому правильно сказано в рекомендациях, нужно анализировать свое поведение. Если какому-то иностранному туристу вздумается резко выступать против Палестины, против арабов, то он вступает на опасную стезю. Ведь большинство казахстанцев сочувствуют не Хамас, а палестинскому народу. А вообще, Казахстан, на мой взгляд, она более безопасная страна для туризма, вот через призму этой темы, чем Великобритания и Франция. Там проживают большие арабские, мусульманские диаспоры и, соответственно, большой напряг. Возникают конфликты. Это во-первых. Во-вторых, в Казахстане никогда не было антисемитизмом. Но не потому, что, как сказал Уинстон Черчилль, отвечая на вопрос, почему в Англии нет антисемитизма, он сказал, потому что англичане не считают евреев умнее себя. У нас антисемитизма нет по другой причине. Казахстан – это общий дом для всех. И он стал домом для 130 наций и народностей, для тысяч репрессированных людей и депортированных народов. А практику межнационального согласия в Казахстане, деятельность Ассамблеи народа Казахстана высоко оценили в свое время в Организации Объединенных Наций. Начало зимы, первый снег, гололед и десятки пострадавших. После того, как выпал снег, около сотни обращений поступило в травмпункт в Астане. Аким Астаны Жениц Касымбек обратился к жителям столицы в связи с погодными условиями и призвал пожилых людей и детей воздержаться от выхода на улицу. Автовладельцам надо быть предельно внимательны, на дорогах и соблюдать дистанцию. А в Ахтубе из-за гололеда более ста человек получили травмы. У меня есть знакомый хирург, который говорил, что после гололеда они ежедневно делают в среднем по 7-10 операций в день. Переломы локтей, кистей, ног, черепно-мозговые травмы и прочее. Как говорится, на ровном месте, а точнее на скользком месте человек может получить очень серьезную травму, вообще стать инвалидом. Друзья, мы с вами живем в резко-континентальном климате, или как его еще называют, в мерзко-континентальном климате, поэтому будьте предельно внимательны. Для нас снег – это не только радость, но еще и большая опасность. Я считаю, что и акиматы, и городские службы не имеют права бездействовать и должны не забывать, что началась зима. Коммунальщики обязаны бороться с гололедом в перманентном режиме, потому что от их работы зависит не только облик городов, но и здоровье его жителей. Президент Токаев рассказал, у какого вида спорта большое будущее в Казахстане. Как вы думаете, что это за спорт? Конечно, футбол. Знаете, вот он стал неизбежным аспектом нашей жизни. У него в Казахстане большое будущее. Поэтому, подчеркнул глава государства, развитию этого спорта в стране окажут всю необходимую поддержку. Это заявление президент сделал в ходе рабочей поездки в Актюбинскую область, посетил спортивный комплекс в селе Саржан-Сай. Мне очень нравятся замечательные слова английского тренера Альфа Рамзея, тренера сборной Англии, которая в 1966 году стала чемпионом мира по футболу. Это первый чемпионат мира, который я смотрел десятилетним мальчиком. А слова такие «футбол – это моя жизнь, а я хочу жить». Футбол – самый популярный вид спорта в мире. И причина феноменальной популярности, массовости, удобности, доступности, демократичности, если хотите, в его простоте. Нужен всего лишь мяч, а играть можно где угодно. Вообразите только, из 8 миллиардов людей планеты в финал последнего чемпионата мира по футболу Аргентина-Франция смотрели полтора миллиарда человек. Ну, почти каждый четвертый житель Земли. Я сам всю жизнь играю в футбол и очень хотел бы, чтобы прогноз и пожелания президента Такаева сбылись. И в уходящем году в казахстанском футболе произошел без всякого преувеличения заметный прорыв. На этом у нас все. Играйте в футбол, занимайтесь спортом. Это поможет вам крепко стоять на ногах, особенно в гололед. Еще у меня к вам просьба. Вернее, вопрос. А о чем бы вы хотели поговорить в следующем выпуске? Скоро мы будем проводить итоги года. Предлагайте свои темы для обсуждения в комментариях. Каждый раз, формируя наш новостной блок, мы перед выбором, что вам интереснее, внутренняя повестка или внешняя. В общем, не молчите. Высказывайте свое мнение. С вами был председатель Народной партии Казахстана Ермухамед Иртезбаев. Субтитры создавал DimaTorzok